Девушки отдыхают Трудно поверить, но Мурзилке исполнилось 90 лет. Своим рождением он обязан американскому писателю Коксу. Попав в страну Советов, Мурзилка обрусел и сменил несколько амбуа. Мурзилка – это просто волшебный герой. Изначально он был просто мальчиком, потом он был домовым, он был собакой, у него было очень много разных форм. Но в итоге это получился вот такой вот желтый герой, который дает поле для фантазии детям, который сами придумывают, кто это такой. Поздравить Мурзилку с днем рождения пришли юные читатели библиотеки. Специально для них из архива достали подшивки старых журналов, рассказали о истории появления необычного персонажа и провели конкурс рисунков. Спустя 90 лет «Желтый медведь» продолжает сесть разумное, доброе и вечное. Американские комиксы Мурзилку подвинули, но дети про его существование все же знают. Мурзилка – это, по-моему, такой маленький герой, которого хорошо придумали медведем, разрисовав. В Мурзилке начинали свой творческий путь такие писатели, как Самуил Маршак, Сергей Михалков, Борис Захандер, Агний Барто и Николай Носов. Юные читатели библиотеки говорят, что журнал содержательный и читают его давно. Читала мне бабушка сегодня покупала в детстве и тоже сейчас даже покупает. Три года назад российский Мурзилка даже попал в Книгу рекордов Гиннесса, как самое старое периодическое издание для детей. Алексей Рожний, Рослав Гунин, Георгий Захаров, Горький ТВ.